Первое сентября – это не только начало учебного года, но и открытие новых учреждений образования. В городском округе Люберцы распахнули свои двери сразу три полисадика. В каждом объекте побывали мои коллеги. Режем. Отлично. И дадим на память каждому. Теперь в инженерно-технологический лицей будут ходить не только школьники, но и малыши. В здании общеобразовательного учреждения появился мини-садик, рассчитанный на 125 мест. Четыре просторные группы уже готовы к приему маленьких воспитанников. Это моя дочка Алиса. Нам 2,9 сейчас. Вот мы первый раз пойдем в садик сейчас. Поблизости, получается, если бы этот садик не открыли, у нас бы не было возможности пойти в сад. Потому что по очереди мы не проходили даже в сад, который около дома. Для молодых семей, которые сегодня здесь в большом количестве собрались, это определенные возможности для того, чтобы выстроить свой домашний график, кому-то успеть и добежать до работы. Педагогическому составу желаем только терпения. Хорошего настроения дать деткам максимум тех знаний, которые они впитают. Еще один мини-садик с такой же вместимостью открыл свои двери при 28-й школе на вертолетной улице. Его будут посещать малыши от полутора до трех лет. Это новый формат детских садов, которые будут работать в течение 12 часов. Полноценный сад, где детки будут получать уроки, познавать новое, знакомиться с друзьями, кушать, гулять. И, конечно же, те детки, которые первые пойдут в полисадик, в этот учебный центр, многие из них здесь будут учиться уже не 10 лет, не 11, а и 14, и 15 лет. Потому что из полисадика перейдут в школу. Для комфортного пребывания детей созданы все условия. Развивающие игры, раскраски, игрушки для развития мелкой моторики. Для послеобеденного сна предусмотрены спальни. Дети также будут выходить на прогулку по распорядку дня. Для них оборудована вся уличная территория. Соответственно, все как должно быть в детском саду, так и будет у них. Вход для детей будет с отдельной стороны. Пересекаться школьники и дошкольники не будут. Уголок для малышей появился и на базе 59-й школы в деревне Марусино. Этот полисадик не такой большой, как предыдущие. Его смогут посещать 50 детей. В двух группах будут работать по два младших воспитателя. Полисадик отличается от детского сада тем, что здесь нет образовательной деятельности. Здесь только присмотр и уход за детьми. Здесь есть детский сад, бригантина напротив нашей школы. Но места важны для наших маленьких деток. Новый полисадик поможет значительно разгрузить очередь детей ясельного возраста. С 7 утра до 7 вечера малыши будут под присмотром. В их графике питание, дневной сон, прогулки и, конечно, игры. Сегодня на самом деле историческое в некотором плане даже событие. Потому что в вашем таком микрорайоне, который, скажу, расположен несколько автономно от основного городского округа, мы открываем дополнительную группу по присмотру и уходу за детьми. Детям созданы условия. И тем самым, я думаю, родители также получат дополнительный бонус для того, чтобы трудоустроиться. А если кто уже трудоустроился, продолжить трудовую деятельность. Детский сад, детский сад, это домик для ребят, это домик для души. Здесь играют малыши. Луиза Игязырян, Богдан Колесников, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.